В аварии, которая произошла вечером на площади Тысячелетия, пострадала водитель. Женщина, управлявшая Chevrolet, рассказала, что в её машину врезался Kia, который спускался со стороны Кремля. После ДТП владелец Rio остановился лишь на пару секунд, после чего скрылся на приличной скорости. Водитель Ланоса почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Подъехавшие медики серьёзных травм пострадавшие не обнаружили и забирать в больницу не стали. Люди, сидевшие в салоне Ланоса, запомнили номер машинонарушителя. Найти автомобиль и установить личность виновника, вероятно, удастся, благодаря записям многочисленных кавер видеонаблюдения, установленных на площади Тысячелетия и на Булаке. Сегодня ночью в частном секторе на улице Воронихина загорелась баня и гараж. Строения расположены под одной крышей. Возникла угроза распространения пламени на жилой дом, в котором находилась большая семья с маленькими детьми. У меня ребёнка ещё укладывалось, у меня мечется, мечется из комнаты в комнаты. Хозяйка дома рассказала, что в эту ночь долго не могла уложить своего внука. Наконец, когда все легли, крепко заснули. Поэтому никто из семейных не заметил, как пламя охватило баню и кровлю гаража. Повезло, что сон у соседей оказался более чутким. Очевидцы вовремя встали сами и разбудили погорельцев. После чего принялись обливать жилую постройку водой, чтобы она не вспыхнула от высокой температуры. Уже вот всё плавиться начал. На окровле, да, уже? Балкон начал плавиться, всё пластик. И вот эту вот нудость перекрытия пластиковая. Подъехавшие сотрудники МЧС отстояли от огня жилой дом. Но вот спасти сарай и баню уже не представлялось возможным. Пожарные вскрыли ворота боксов и вытащили на улицу газовые баллоны. Вчера топили. Вчера топили баню днём. Ну, времени уже много, как походили? Конечно. Я пришла, я в три часа давала курам кушать. В три часа ничего запаха не было. Хозяйка дома говорит, едва заметный запах гари она почувствовала ещё днём. Спустя сутки после того, как в последний раз топили баню. Женщина тщательно осмотрела всю парную, но так и не нашла источник огня. Решив, что это всего лишь остаточное явление после топки печи, она успокоилась, открыла нараспашку двери, чтобы проветрить помещение и ушла домой. У нас никогда такого не было. Мы как-то топили баню, вы знаете, без проблем, всегда было без проблем. Что произошло, это вообще непонятно. Там печка старенькая, нет? Ну, нормальная печка у нас, чугунная печка. Что там старого-то? В итоге баня сгорела полностью. Большой двухэтажный гараж теперь нуждается в капитальном ремонте. Наиболее вероятная причина возгорания – перекал печи. На улице Волково Порше попал в аварию. Автомобиль премиум-класса вылетел с дороги и снес несколько секций металлического забора. Люди, находившиеся в салоне, не пострадали. Водитель сразу вызвал на место эвакуатор, чтобы поскорее увезти разбитую иномарку. Почему-то не хотел встречаться с полицейскими. К приезду инспектора в ГАИ на месте оказался абсолютно трезвый молодой мужчина, который заявил, что это он управлял автомобилем. Водитель рассказал, что у дорогой иномарки нет полной страховки, поэтому не видел смысла оформлять аварию в ГАИ. А то, что за раскуроченный забор нужно в любом случае платить, говорит, об этом не подумал. Вот передний замяло. Вот эти вон там. Сзади, задний. Вон он, перевод. Ну ладно, передний, ладно. Вон, вон, вон. Оба густномера машины были сняты и лежали в багажнике. Водитель утверждает, оторвались они якобы после встречи с металлическим ограждением. О том, что скрутил их сам заранее, чтобы не опасаясь штрафов гонять по городу, все эти подозрения безосновательные. Говорит, хотя под капотом гоночного болида больше 500 лошадиных сил, тем не менее, никогда скоростной режим он не нарушает. Вот и в этот раз ехал даже медленнее, чем положено. Автомобиль вылетел с дороги из-за того, что его подрезал какой-то попутный транспорт. Подрезали, а он же из-за кружки. Я же говорю, там тоже тачка, что я была, как бы немножко взял, меня потащило и все. Скорость большая что было? Да не была большая скорость. Неустойчиво можно? Очень устойчиво. Но заносится. Да, заносится. В какую сумму обойдется ремонт скоростной иномарки, водитель пока не знает. Но в любом случае, согласно полюса ОСАГО, восстанавливать автомобиль владельцу придется за собственный счет. По подозрению в организации «Притона» полицейские арестовали 42-летнего челнинца. Помимо него задержали еще пятерых ежедневных посетителей квартиры, где наркотики готовили на кухне. Во время обыска были обнаружены десятки шприцов и пакеты с запрещенными веществами. Это они готовили, да? Потрали-то они хотели, они приготовили. Женщина дверь открыла, эта девушка. Вот она, вот эта доза, вот я снимала. «Притон» находился в квартире обычного панельного дома. Наркоманы давно облюбовали жилище и за это время успели превратить его в настоящую свалку. Мусор лежал повсюду, со стен слезали обои, а по грязной посуде бегали всевозможные насекомые. С жалобой на непорядочных соседей в полицию обратились местные жители. Поступила оперативная информация о том, что 42-летний местный житель в своей квартире занимается изготовлением и сбытом наркотических средств, а также предоставлять свое жилье знакомым для потребления наркотиков. В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские задержали пятерых постоянных посетителей квартиры, а затем и самого хозяина. Задержанных отправили в больницу на медосвидетельствование. В результате их поставили на учет в наркодиспансер. Осмотрев квартиру, полицейские нашли несколько пакетов с наркотиками и специальные устройства для замера и упаковки запрещенных веществ. Помимо этого были обнаружены десятки использованных шприцов. В отношении жителя набережных Челнов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это организация, либо содержание притонов, или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств. Разыскивается без вести пропавшая жительница Казани Насриева Рузалина Ахмасовна, 1939 года рождения. 10 декабря 2017 года пенсионерка вышла из дома и по настоящее время о месте ее нахождения ничего не известно. Возможно, нуждается в медицинской помощи, страдает потерей памяти. Приметы. Рост метр пятьдесят пять, среднего телосложения, волосы седые, глаза темно-серого цвета. Была одета в зеленую куртку и синий халат, на ногах темные сапоги с мехом, на голове серая вязаная шапка. Просьба ко всем, кто может сообщить какую-либо информацию об этом человеке, звонить по указанным номерам. Продолжение следует... Продолжение следует...